И, может быть, такой субвопрос, поскольку мы на сессии при поддержке «Газпромбанк Тех», хотелось бы понять, что, может быть, нужно изучать молодым специалистам, чтобы прийти и решать те задачи, которые для вас актуальны, потому что они сейчас, может быть, заканчивают школу или учатся в университете. На что им сфокусироваться, обратить внимание? Ну, вообще, да, конечно, направление искусственного интеллекта сегодня такое, наверное, самое перспективное. Если хочется что-то новое изучать, и вы находитесь на развилке того, куда пойти, да, какой университет выбрать, какую специализацию, и, наверное, сегодня самая горячая тема — это, как раз, искусственный интеллект. У меня даже есть подборка целых материалов, литературы. Когда мне задают вопрос, я сразу моментально эту подборку просто отправляю, и там есть такой конкретный план литературы, обучающих курсов, по которым можно углубиться в тему искусственного интеллекта. Вы не могли бы ее и нам тоже? Да, обязательно. С тем разослать? Чтобы, правда, это на сайте, на кактом-то висело, это серьезно. Ну, если мы с организаторами как-то договоримся, я думаю, да. Мы сможем организовать такую рассылку всем участникам. И, да, вот если говорить про бизнес, про промышленность, самое интересное, что термин искусственный интеллект, он был такой научным, им занимались только ученые, да, где-то в лабораториях, писали статьи. Сегодня, конечно, термин стал более широким. О нем уже говорят не только ученые, говорят политики. Огромное количество конференций проходит по теме искусственного интеллекта. Говорит сегодня бизнес, потому что он повсеместно внедряется. Есть даже целая стратегия стран по искусственному интеллекту. И в нашей стране даже уже вторая версия в этом году появилась. Вот, соответственно, происходит такая гонка стран в сфере искусственного интеллекта. Это чем-то напоминает гонку по созданию ядерного оружия, да. Ну, в Штатах это назывался Манхэттский проект. Вот, у нас было ли какое-то специализированное название этого проекта? Советский атомный проект, я думаю, что. Я знаю, что во первой атомной бомбе было название РДС, ее расширили радость для Сталина. Да, и мы вот сейчас находимся, как раз, в гонке стран по созданию, по изучению искусственного интеллекта. И те страны, которые в этом преуспеют, они, конечно, получат такое мировое господство, преимущество. Не знаю, что будет сильнее, там, ядерное оружие, либо такое вот создание искусственного интеллекта. Я думаю, искусственный интеллект. Потому что он будет во всех сферах. Везде. Да, и вот мы видим сегодня, конечно, что количество задач, которое решается с помощью таких технологий, оно увеличивается. Если раньше мы говорили про шахматы, где там около десятка комбинаций на каждом ходу. Дальше была игра Go, где количество комбинаций больше, и более сложная вычислительная игра была. И там искусственный интеллект уже побеждает чемпиона мира. Но была еще одна сфера, где не было решения, где бы компьютер обыгрывал человека. Вы, наверное, многие из вас знаете, я вижу тут молодые ребята, это компьютерные игры. То есть на каждом ходе там большее количество комбинаций, чем в шахматах и в игре Go. То есть это более сложная вычислительная стратегическая игра. И в 2019 году появилось решение, которое уже обыгрывало чемпионов по компьютерным играм. Сначала это было в режиме один на один, один игрок против компьютера, дальше в командном режиме. Соответственно, сегодня все больше задач решается, точнее, все больше задач решается точнее и быстрее с помощью технологий. Если мы говорим про бизнес, здесь, конечно, если взять любую сферу бизнеса, финансы, например, есть огромные задачи, которые можно решать с помощью таких технологий. Если мы говорим про банки, это, конечно же, задача принятия решения по кредиту, то есть понять, вообще настроен клиент возвращать деньги банку или нет. И чем точнее мы это решение принимаем, тем большее количество кредитов можем выдать и минимизировать потери банка. Вторая задача, конечно, борьба с мошенничеством. То есть сейчас с развитием удаленных каналов связи, сегодня очень просто стать клиентом любого банка. Вы скачиваете приложение, проходите авторизацию по лицу, по биометрии какой-то, по госуслугам и становитесь клиентом банка. Вам не нужно идти в офис, сидеть в очереди, вы моментально стали клиентом. Этим, конечно, пользуются мошенники, и такие системы позволяют бороться с мошенничеством, то есть минимизировать потери клиентов и сохранять их в банке. Наверное, третье направление – это как раз клиентский сервис, это поддержка клиентов. Я помню раньше, когда нужно было какой-то вопрос решить с банком, я звонил в поддержку и ждал оператора, который через минут пять мне ответит. Сегодня, конечно, я пишу уже текстом в чат и получаю обычно моментальный ответ. То есть скорость реакции намного выросла, и, скорее всего, это отвечает уже не оператор, а какая-то система искусственного интеллекта. И, соответственно, клиентам намного удобнее становится пользоваться услугами различными. Четвертое направление – это, наверное, персонализация, это привлечение клиентов на продукты. То есть когда у вас есть большая линейка продуктов, это могут быть не только кредитные, это карты, вклады, страхование различные, подписки. Вам нужно понять, какой продукт предложить пользователю. И здесь задача такая оптимизационная. Вам нужно, учитывая доходность, интерес клиента, наиболее оптимальное распределение этих продуктов по клиентам создать. И пятое направление – это, конечно, у нас мы его называем автоматизация. Это какие-то автоматизации бизнес-процессов. Например, распознавание клиентов на фотографиях. То есть тоже это борьба с мошенничеством, борьба с какими-то ошибками. И здесь же внутренние помощники для сотрудников. Как раз о чем я говорю, это некие такие решения, которые позволяют улучшать результаты работы сотрудников. То есть сделать их более профессиональными. И здесь бы, наверное, еще я добавил, что если вы хотите развиваться в направлении искусственного интеллекта, конечно, первое, что вам нужно изучать – это математику и программирование. Потому что все это построено на таком фундаменте точных наук. И дальше углубляться уже в какой-то бизнес-применение, в какую-то сферу профессиональную. Это финансы, транспорт, IT, медицина, образование. И дальше на стыке уже профессиональных знаний в предметной области и ваших технических вы можете создавать некие новые решения. И поэтому важно, тут, наверное, вот такая, когда междисциплинарность возникает, и вот как раз новые такие прорывные решения создаются на стыке разных знаний. И поэтому очень классно, если у вас есть какой-то опыт в определенной области, вы приходите в новую область, и у вас новый взгляд, вот нет вот этого тунельного мышления, зашористости, и вы можете новые какие-то прорывные решения создавать. Поэтому мы очень любим специалистов как раз из других сфер, особенно вот из науки, технических специалистов, которые не имеют работы финансов в банках, они приходят и могут какие-то новые идеи предлагать и создавать их совместно. Спасибо.